Едва переехав из Монголии в Казахстан вместе с семьёй, Козао Таберикулы взялся за реализацию давней мечты. Сюда, на историческую родину, он привёз самодельные материалы для возведения уникальных и эксклюзивных, как он считает, казахских юрт. Легко разбираемое и собираемое жилище, адаптированное под современные условия, он намерен увезти на выставку Экспо-2017 в Астане и удивить весь мир. «Когда в Монголии я услышал о том, что в Астане будет выставка Экспо-2017, на которую приедут 5 миллионов человек, я решил принять участие. Я много думал, чем можно удивить людей и что возвысит Казахстан и сделает узнаваемой нашу культуру. Ведь это моя историческая родина. Первое, что пришло мне в голову, это сконструировать юрту. Мы тут же принялись разрабатывать дизайн и занялись изготовлением материалов, на которых были бы красивые орнаменты». Каждую деталь, казалось бы, традиционной казахской юрты, Козао Таберикулы разрабатывал тщательно с помощью монгольских друзей-мастеров. Говорит, что собирать казахское жилище теперь может и здесь, в Казахстане. Не хватает только инвестиций. На вид эта юрта ничем не отличается от обычного войлочного дома. Оно такое же переносное и конусообразные формы. Однако сам ремесленник говорит, что при возведении использовал свои тайные методы. К примеру, это жилище построено из белой березы. Основные части юрты, кириге, это решичатые складные стены, оок, жерди, составляющие купол и сам шанрак, оформленные в национальном стиле. На них имеются красивые орнаменты. Такое зрелище в обычном кьюзи не увидишь. Чтобы воплотить свой план в жизнь, автор потратил целых три года. Хотя юрта не единственное, что своими руками делает мастер Козауага. Этот сундук с орнаментами и фигурками зверей и птиц, обитающих в Казахстане, он тоже смастерил сам. При этом ремесленник говорит, что занялся этим делом не только ради прибыли, но и желанием сделать из древней казахской юрты современное мобильное жилье. «Я мечтаю об одном – увезти эту юрту и представить на экспо в Астане. Честно признаюсь, что я не знаю, во сколько бы я оценил свою работу. Могу лишь сказать, что на юрту мы потратили около миллиона тенге, учитывая материалы и краски, а также контейнер и транспортировку из Монголии в Казахстан». Всего с собой Козау Таберекулы привез три юрты. Стоимость каждой – около 10 миллионов тенге. Словом, его жилища уже заинтересовали местных предпринимателей. Первые казахские кьюзи поднимут в Алматы 22 марта в Наурез. После чего конструктор обратится в нацкомпанию «Экспо» с просьбой выдать разрешение на участие во всемирной выставке.